Мы имеем драгоценный дар в виде Слова Божьего, которое Он дал нам, людям. Знаешь, что однажды сказал Исаак Ньютон? Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся светская история. Интересно. А вот слова философа Эммануила Канта. В существовании Библии, как книги, есть величайшая польза для всех людей, когда-либо испытанная человечеством. Всякая попытка умолить Библию есть преступление против человечества. Достоевский сказал, Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данные с нею человеку? Гибель народу без Божьего Слова. Мы рады приветствовать вас, сестры и братья, в этот субботний день. День, когда мы можем поклониться Богу и открыть Слово Его. Мы приглашаем начать наше богослужение с молитвы. Великий, любящий Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл всему человечеству источник силы, источник мудрости, свое священное писание. Помоги, Господь, нам не пренебрегать им, но обращаться к Нему каждое мгновение нашей жизни. И помнить и хранить в своих сердцах те слова и те мудрости, которые Ты открыл для нас. Во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь. Вся ясное небо за солнечный свет, За мир, что любовью Твоею согреть, За радость, что к нам от Тебя снизошла, Тебе наш Создатель от сердца хвала, За то, что в ненастную темную ночь, Когда мы скорбим, Ты готов нам помочь, За то, что любовь Твоя мир нам дала, Тебе наш Спаситель от сердца хвала, Хвала за святую Твою благодать, Ее не измерить, умом не понять, Тебе наш Спаситель от сердца хвала, Когда взираю я на небеса Твои, Дело Твоих перстов, На луну и звезды, которые Ты поставил, То, что есть человек, что Ты помнишь его, И сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, Славой и честью увенчал его, Поставил его владыкою над делами рук Твоих, Все положил под ноги его, Овец и волов всех, И также полевых зверей, Птиц небесных и рыб морских, Все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, Как величественно имя Твое во всей земле! Прославим нашего Господа! Прославим нашего Господа! Прославим нашего Господа! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» На протяжении долгий Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Образ «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Подарив израильскому народу «Симон» 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 «Симон «Симон «Симон» 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 Ого, с первого раза вот это меткость Да, Голиаф упал замертво А остальные враги испугались и стали разбегаться Израильтяне погнались за ними и победили в битве И Давид стал героем Еще бы, а спустя много лет он стал царем Израиля Как Бог и обещал Миллионы раз я хотела сдаться Миллионы раз говорила все Миллионы раз ты мне мог подняться Говорил, крепись, крепись, дитя мое Твои очи меня оберегали Твои руки меня поднимали Твое слово меня укрепляло Надежду дала и я оживала Миллионы раз тебя я окончала Миллионы раз ты меня прощала Миллионы раз тебе я обещала Но ты верен в слово что сказал Твои очи меня оберегали Твои руки меня поднимали Твои слова меня укрепляло Надежду дала и я оживала Миллионы раз я сданю все трудно 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 И я оживала Твои очи меня оберегали Твои очи меня поднимали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На богослужении И очень приятно быть вместе Очень приятно, несмотря на то, что мы не можем видеть лица друг друга Осознавать, что мы можем общаться И можем читать Слово Божие И можем слышать весть, обращенную к нашим сердцам Сегодня мне хотелось бы говорить вместе с вами О главной цели жизни нашей на этой земле Вы знаете, когда мы переживаем непростые времена пандемии Вот это обстоятельство, оно заставляет многих из нас задумываться о смысле жизни Многие из нас задумываются о серьезных и важных вопросах Которые являются фундаментом жизни человеческой И многие люди, размышляя о смысле жизни Так и не находят этот смысл жизни Известный писатель, поэт, русский поэт Александр Сергеевич Пушкин Написал интересный стих Как раз на эту тему Послушайте Он размышлял о смысле жизни Он искал этот смысл жизни И вот к какому выводу он приходит Дар напрасный, дар случайный Жизнь, зачем ты мне дана Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал Душу мне наполнил страстью Ум сомнением взволновал Цели нет передо мною Сердце пусто Празден ум И томит меня тоскою Однозвучной жизни шум Вот так он осознал Вот так он понимал К такому выводу он пришел Думая о смысле жизни В ответ на его стих Верующий человек написал такие слова Не напрасно Не случайно Жизнь от Бога мне дана Не без воли Бога тайной И на казнь осуждена Действительно у каждого человека Живущего на этой земле Есть какие-то цели в жизни То чего мы стремимся и хотим достичь в жизни И мы достигаем эти цели Мы ставим какие-то промежуточные цели Получение образования Достижение какого-то уровня на работе Какие-то финансовые цели Которые есть у нас Может быть в семье нашей цели Которые мы ставим И эти цели они важны Они хорошие Но это не цель всей жизни человека Библия говорит нам о том Что каждый человек Рождающийся на этой земле Приходящий в этот мир Имеет предназначение от Бога Имеет цель своего существования Главную цель жизни Или можно ее назвать Миссию жизни Бог сотворил нас для чего-то У нас есть эта цель И нам нужно знать эту цель И стремиться достичь этой цели Очень важно, чтобы каждый наш поступок Каждое наше решение Каждое наше действие Оно помогало нам продвигаться ближе и ближе К той цели, которую поставил перед нами Господь Главной цели нашей жизни К той миссии жизни Чтобы наши поступки Наши вот эти промежуточные цели Они не уводили нас в сторону Но мы были направлены в этом движении К достижению той самой главной цели Которую ожидает увидеть в нашей жизни Господь Когда Иисус Христос жил на этой земле Он много говорил своим ученикам О вот этой цели жизни Он помогал им осознать эту главную миссию жизни Конечно же не сразу они могли постичь это Но шаг за шагом Иисус ввел их все более четкому И ясному пониманию Этой главной цели жизни человека Мне хотелось бы сегодня предложить вместе Прочитать евангельское повествование Которое как раз и говорит о том Как Иисус побуждал своих учеников Увидеть, осознать Ясно представить себе Эту главную цель жизни человека Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, глава 16 И будем читать с 13 текста И по 16 текст Придя же в страны Кесарии Филипповой Иисус спрашивал учеников своих За кого люди почитают Меня Сына Человеческого Они сказали Одни за Иоанна Крестителя Другие за Илью И иные за Иеремию Или за одного из пророков Он говорит им А вы за кого почитаете Меня Симон же Петр отвечая сказал Ты Христос Сын Бога Живого Тогда Иисус сказал им в ответ Блажен ты Симон, сын Ионин Потому что не плоти кровь открыли тебе это Но Отец Мой Сущий на небесах Обратите внимание Здесь Иисус Христос Задает очень важный вопрос Ученикам своим За кого вы Меня почитаете По сути дела Это самый главный вопрос В жизни человека Это не просто вопрос Кто я по вашему мнению За кого Меня считают люди И они отвечают Иоанн Креститель, Иеремия Или какой-то пророк Нет, не об этом Иисус спрашивает их Иисус обращается к каждому из них лично Он обращается к тебе и ко Мне сегодня Лично и говорит За кого ты Меня принимаешь Кем для тебя лично является Иисус Это вопрос о нашем личном отношении к Иисусу Можно сказать, что знание Иисуса Христа Личное знание Иисуса Как своего Спасителя и Господа Это самая высокая цель В жизни человека Потому что для этой цели Мы и были сотворены Апостол Павел в проповеди своей В Афинах произносит Эти удивительные слова Деяния апостола 17 глава 26-27 текст От одной крови Он произвел весь род человеческий Для обитания по всему лицу земли Назначив предопределенные времена И пределы их обитанию Дабы они искали Бога Посмотрите, вот эта цель Чтобы они искали Бога Не ощутят ли Его И не найдут ли Хотя Он и недалеко От каждого из нас Вот она Истинная цель жизни человека Искать Бога Постичь Бога Познавать Бога И Иисуса Христа Как Спасителя И Господа Это самое великое Что должен достичь человек В своей жизни Это самое великое Что Бог Открывает человеку И когда Петр В ответ на вопросы Иисуса Говорит Ты Христос Сын Бога Живого Обратите внимание Как Иисус отвечает ему Ты счастливый человек Петр Но не потому Что ты настолько мудр Не потому Что ты настолько велик Что ты мог достичь Это своим умом Но Отец Небесный Бог заинтересован в том Чтобы открыть Эту истину Человеку Именно Отец Небесный Открывает нам Иисуса Христа Именно Бог Дух Святой Делает это Работая над сердцем нашим Направляя нас в жизни Ориентируя нас в жизни нашей И приняв Иисуса Христа Жизнь человека изменяется Изменяется и приобретает Новый смысл Новое значение Когда мы обретаем Иисуса Как своего личного спасителя И Господа Все меняется в нашей жизни Я помню Однажды на одной из Евангельских программ Которую я проводил В городе Новосибирске Пришла на программу И потом присоединилась к церкви Приняв крещение Женщина Ирина Дмитриевна И она говоря о своем опыте Сказала такие слова Наконец-то я вернулась домой Нужно было видеть Как блестят ее глаза Как светятся радости ее глаза Когда она говорит Я наконец-то вернулась Я всю жизнь шла к этому Я всю жизнь двигалась к этой цели И наконец-то я нашла То ради чего живу на этой земле Друзья Господь Бог Работает над нашим сердцем Пытаясь достичь Этой главной цели В нашей жизни Чтобы каждый из нас Мог глубоко и ясно осознать Что Иисус Христос Наш Господь И личный спаситель Это познание Иисуса Христа Как своего личного спасителя Определяет все направление Жизни нашей Да, многие люди сегодня признают Исторический факт Что Иисус жил на этой земле Об этом сохранились записи В истории И история подтверждает Что Иисус Это действительно Историческая личность Многие люди даже верят в то Что Иисус живя на этой земле Был способен творить чудеса Даже некоторые верят в то Что Он умер на кресте Голгофском и воскрес из мертвых Но вопрос не в этом Вопрос, который задает Сегодня Иисус Тебе и мне Это вопрос Личный Это вопрос Не просто о твоем мнении Об Иисусе Это вопрос Твоего личного отношения За кого Ты Почитаешь Иисуса Какое твое личное отношение К Иисусу Вот это Самая главная цель Жизни человека И когда Иисус молился Отцу Своему Небесному В своей первосвященнической молитве В Евангелии от Иоанна В 17 главе Мы читаем эти удивительные слова И Иисус обращается К Отцу Небесному И просит Его О своих учениках И произносит такие слова В третьем тексте Сия же есть жизнь вечная Да знают Тебя Единого истинного Бога И посланного Тобою Иисуса Христа Жизнь вечная В познании Иисуса Христа Жизнь вечная Не просто в том Чтобы знать что-то о Христе Но чтобы иметь Личное отношение с Иисусом Чтобы лично Познакомиться с Иисусом Чтобы принять Его Как своего личного Господа и Спасителя Чтобы иметь уверенность в Нем Доверяя Ему свою жизнь Чтобы жить с Иисусом В сердце Это главная миссия жизни человека И всем нам, друзья Нужно сделать это Самым главным И в нашей жизни Познание Иисуса Христа Как своего личного Господа и Спасителя Наше возрастание во Христе Вот почему На предстоящей неделе Когда мы будем Проводить встречи Встречи с Иисусом Мы будем читать Евангельские истории Будем говорить о том Как Иисус встречался с людьми И влиял на жизнь людей Очень важно Чтобы мы могли Уделить наше время Тому, чтобы Пережить Эти встречи вновь Чтобы это стало Нашим личным опытом Чтобы мы могли Глубже познакомиться С Иисусом Потому что Именно через Подобные встречи Мы ближе Приближаемся К той самой Главной цели Для которой Мы и были сотворены Мы Изучая Библию Читая Евангельские истории О жизни Иисуса Лучше познаем Иисуса Мы Ближе становимся К Нему Как важно нам Использовать Эти возможности Не пропустите Пожалуйста Ни один вечер Пожалуйста Присоединяйтесь к нам Когда мы будем вместе Размышлять Об этих Евангельских историях О встречах с Иисусом Которые Изменяли жизнь людей Я уверен Что Иисус Способен Изменить И твою И мою жизнь И он уже Изменил ее И он готов И дальше Влиять на нашу жизнь Преображая ее И меняя ее Чтобы мы были Подобны Иисусу Христу Хочу сегодня Особенным образом Обратиться К родителям Вы знаете Когда мы Заботимся О наших детях И проявляем Особую Заботу И внимание К нашим детям Мы думаем О том Чтобы помочь Им Достичь Каких-то Серьезных целей В жизни И прежде всего Родители думают Чтобы дать Детям хорошее образование И мы понимаем Что иногда Это требует Каких-то Финансов И ресурсов И мы говорим Это не расходы Это инвестиции Это вложения Потому что Таким образом Мы помогаем Детям Достичь Этой главной цели Хорошее образование Получить Затем Они смогут Получить Хорошую работу И в общем Жизнь Таким образом Мы сможем Помочь им Устроить Их жизнь Друзья Но это Цели Промежуточные Главная цель Как мы сказали Это познание Иисуса Христа Подумайте Дорогие родители Сколько Ресурсов Сколько Времени Сколько Средств И сил Мы вкладываем В то Чтобы дети Наши Лучше Знали Иисуса Христа Сколько Мы инвестируем В это Самое Важное Дело Для наших Детей Вы знаете От достижения Целей В учебе Зависят Ну оценки Хорошие Зависит Диплом Зависит Наверное Образование И может быть Работа Которую Мы сможем Получить Но от Личных Отношений Со Христом Зависит Все Наше Счастье И успех Благословение В этой Жизни И Наша Вечная Жизнь Удивительный Опыт Мы можем Увидеть В Священном Писании Опыт Жизни Апостола Павла Когда он Описывает Свой Жизненный Опыт Он Говорит О том Как Изменилась Его Жизнь Когда он Встретился С Иисусом И в послании К филиппийцам Апостол Павел Описывает Этот Жизненный Опыт Свой В третьей Главе И он Говорит О том Что Имел Хорошее Положение В этом Обществе Он По своему Происхождению Имел Преимущества Определенные Он Был Гражданином Рима И не просто Приобрел Это гражданство Но он Родился Как римский Гражданин И он Также Принадлежал К народу Израильскому Народу Божьему И он Говорит Что у него Было Прекрасные Возможности Для жизни У него Было Прекрасное Образование И перед Ним Была Выдающаяся Карьера Много Преимуществ В жизни Его Но Однажды По дороге В Дамаск Он Встретился С Иисусом И Тогда Когда свет Небесный Осиял Его Он Ясно Осознал Ту главную Цель Жизни Человека И мы Знаем Как изменилась Жизнь Савла Когда он Наконец Осознал Что цель Жизни Его В том Чтобы Познавать Иисуса Чтобы Иисус Стал его Личным Господом И спасителем Посмотрите Как пишет Об этом Апостол Павел В послании К филиппийцам Третья Глава Седьмой И восьмой Текст Но что Для меня Было Преимуществом То Ради Христа Я почел Тщитою Да и все Почитаю Тщитою Ради Превосходства Познания Христа Иисуса Господа Моего Для него Я от всего Отказался И все Почитаю Засор Чтобы Приобрести Христа Я думаю Что мы Понимаем Что такое Тщита От этого Слова Происходит Тщеславие Или Пустое Что-то Ненужное Но вы знаете Слово Счета Это не просто Что-то Пустое Ненужное Апостол Дальше Уточняет И говорит Это Мусор Эти Преимущества Эти Все Благо И эта Карьера Которая Светила Ему В будущем Он говорит Теперь Когда я Встретился С Иисусом Когда я Осознал Эту главную Цель Моей Жизни Теперь Я понимаю Что это Все Ничто Это Мусор И главным Приоритетом Жизни Савла Становится Познание Иисуса Как Личного Спасителя И Господа Жизни И вот Эта Цель Она Изменила Жизнь Савла Она Привела Его К великим Результатам В жизни Она Принесла Ему Благословение Он Многого Достиг Он Достиг Истинного Величия И вот Подумайте Сегодня Спустя 2000 Лет Почти 2000 Лет Немногие Люди Знают Каких-то Выдающихся Деятелей Иудейской Истории Того Времени Да Наверное Мы знаем Гамалиила Но Почему Мы знаем Гамалиила Потому Что Павел Или Савл Учился У ног Гамалиила Но Мы Сегодня С трудом Можем Вспомнить Каких-то Деятелей Даже В Римской Империи Только Специалисты Могут Нам Наверное Сказать Конкретно О каких-то Личностях Которые Жили Во времена Апостола Павла Но Большинство Людей В мире Знают Имя Апостола Павла И то Влияние Которое Он оказал На мир Оно И сегодня Потрясает И историки Анализируя Влияние Которое Оказал Апостол Павел На мир Они говорят Что Это превосходит Влияние Любого Из людей Которые Жили Когда-то В истории Человечества Не считая Иисуса Христа Самое главное О чем Говорит Павел Говоря О своей Жизни Он не Говорит О том Величии Которое Он достиг Это Сегодня Спустя Тысячелетия Мы говорим Да Когда он Посвятил Свою жизнь Достижению Этой Главной Цели Познания Иисуса Христа Его жизнь Приобрела Истинное Величие И даже Здесь В истории Человечества Его имя Стало Известным И его Влияние Огромно Но более Всего Павел Подчеркивает Другое Он говорит О том Что Вот Этот Опыт Познания Иисуса Христа Помог Ему Достичь Вечной Жизни Посмотрите Второе Послание К Тимофею Четвертая Глава И он Пишет Об этом Седьмом И восьмом Тексте Подвигом Добрым Я подвязался Течение Совершил Веру Сохранил А теперь Готовится Мне венец Правды Который Даст Мне Господь Праведный Судья В день Он И не Только Мне Но и Всем Возлюбившим Явление Его Это Удивительный Опыт Когда Человек Избравший Избравший Иисуса Христа Главной Целью Жизни Своей Миссией Своей Жизни Избравший Служение Иисусу Оглядываясь Назад Говорит О том Величайшем Благословении Которое Он Обрел Уверенность Вечной Жизни И Каждый Человек Который В своей Жизни Избирает Иисуса Он Никогда Не Разочаровывается В этом Каждый Человек Который Избирает Иисуса Как Главную Цель Жизни Своей Может Проходит Через Сложности Переживания Жизни Как и Павел Говорит Об этом Он Встречал Какие-то Трудности Жизни Но Конец Жизни Цель Жизни Она Оправдывает Все эти Трудности И Сложности С которыми Мы Сталкиваемся Я Вспоминаю Опыт Своей Бабушке Уже Почти Сто Лет Тому Назад Когда Она Вместе Со Своим Отцом Моим Прадедом Приняла Решение Посвятить Свою Жизнь Иисусу К ним В дом Принесли Литературу Одна Из книг Которая Попала К ним В дом Это Была Библия И Книга Великая Борьба И Она Будучи Неграмотной Просила Отца Своего Чтобы Он Читал Ей Эту Книгу И И читая Великую Борьбу Читая Библию Они Обрели Познание Об Иисусе Они Стали Искать Церковь Где Можно Услышать Проповеди И Необходимо Было Идти Пешком Около 20 Километров Потому что Ближайшая Группа Верующих Адвентистов Собиралась За 20 Километров В соседней Деревне И нужно Было Пешком Идти Туда И вот Она Рассказывала О том Как она Первый раз Решилась Идти туда И она Говорит Люди Смотрели На меня В субботу Когда нужно Идти на работу А я Иду В нарядной Одежде И все Как-то Думали Что-то Странное Случилось Многие Крутили У виска Говорили Наверное С ума Сошла Сколько Пришлось Претерпеть Оскорблений Унижений Сколько Пришлось Претерпеть Гонений Но Она Узнав Иисуса Повстречавшись С Иисусом Пережив Этот Удивительный Опыт Благословений От Иисуса Христа Она Ухватилась За Христа И не Отпускала Его На протяжении Всей Своей Жизни Время Было Непростое Пришлось Пережить Войну Тяжелые Времена Заключение Мужа Который Был В тюрьме В Сталинских Лагерях Я Помню То Время Когда Ей Было 90 Лет И мы Собрались Все Близкие Родные Вся Ее Семья Около 100 Человек Детей Внуков Правнуков И она Глядя на Всех Нас Говорила С радостью Какое Это Счастье Как Господь Благословил Меня Уже В этой Жизни За то Что Я Тогда Избрала Этот Путь Доверия Господу И сегодня Я вижу Вот Вас Всех Эту Огромную Семью Счастливые Люди Знающие Иисуса Христа Многие Служители Церкви Божьей Господь Благословил Говорит Она И Она Свое Завещание Всем нам Тогда Еще раз Повторила Помните Если Вы Избираете Иисуса Христа Целью И Смыслом Жизни Вашей Вы Обретете Удивительные Благословения И эти Благословения Превосходят Все Трудности Лишения Сложности С которыми Вы сталкиваетесь В жизни Помните Самое Главное Ради Чего Стоит Жить Это Личные Отношения С Иисусом Христом Как Важно Нам Сделать Этот Выбор Своей Жизни Как Важно Нам Искать Иисуса В жизни Нашей Как Важно Нам Понимать Эту Главную Цель Которую Господь Ставит Перед Нами Друзья Давайте Будем Использовать Все Возможности Для того Чтобы Лучше Познакомиться С Иисусом Давайте Будем Каждый День Встречаться С Иисусом Переживая Новый Опыт Духовного Возрождения Новый Опыт Преобразования Жизни Нашей Сегодня Перед Каждым Из нас Стоит Этот Самый Важный Вопрос Кем Для Тебя Лично Является Иисус Христос От Ответа На Этот Вопрос Зависит Не только Успех И благополучие Твое В жизни От Ответа На Этот Вопрос Зависит Твоя Вечная Участь Поэтому Сегодня Я хочу Обратиться С призывом К тем Кто Еще Не заключили Завет Со Христом Вы знаете Мы будем В конце Молиться Будем Благословил Вас В этом Пути В вашем Стремлении Найти Иисуса Христа Я хочу Призвать Вас Потому что Господь В Слове Своем В Библии Призывает Побуждает Вас Идти Вперед И искать Иисуса У вас Есть Возможность Познать Иисуса Как своего Личного Спасителя И Господа Используйте Эту Возможность Наша Предстоящая Неделя Когда мы Будем Каждый Вечер Встречаться И читать Эти истории И слушать Эти истории И молиться Это удивительная Возможность Для каждого Из вас Ближе Познакомиться С Иисусом И принять Его В свою Жизнь Посвятить Свою Жизнь Иисусу Мы будем Молиться Сегодня о том Чтобы Дух Святой Вел вас В этом пути Чтобы вы Сделали Верный Выбор И чтобы Вы Заключили Завет С Господом Иисусом Христом Потому что Это самая Важная Цель Жизни Человека Принятие Иисуса Христа И жизнь Со Христом Завет С Иисусом Христом Вы знаете Иисус Христос Говорил Что Вот эта Важная Цель Жизни Познание Иисуса Христа Она Включает В себя Две Важных Части Именно Об этом Сказал Иисус Христос Своим Ученикам И он Говорил Им О том Что Главная Цель Жизни Человека Заключается В том Чтобы Познать Иисуса Христа Лично И вторая Часть Чтобы Кому-то Еще Рассказать Об Иисусе Чтобы Помочь Другому Человеку Тоже Познакомиться С Иисусом Посмотрите В этой же Главе Евангелия Матфея 16 главе В 21 Тексте Мы читаем С того Времени Иисус Начал Открывать Ученикам Своим Что ему Должно Ити В Иерусалим И много Пострадать От старейшины Первосвященников И книжников И быть Убиту И в третий День Воскреснуть Иисус Открывает Ученикам Своим Свою Миссию Или свой План Жизни Он открывает Им Свою Цель Для чего Он пришел На эту Землю И он Показывает Им Что цель Его жизни Это Служение Людям И не Просто Он еще Более Конкретно Скажет Об этом Он сказал В 20 Главе Матфея 28 Тексте Написано Так как Сын Человеческий Не для того Пришел Чтобы ему Служили Но чтобы Послужить И отдать Душу Свою Для искупления Многих Или еще Один текст Ибо Сын Человеческий Пришел Взыскать И спасти Погибшее Евангелие от Матфея 18 глава 11 текст Иисус Очень четко И ясно Показывает Ученикам Своим Нам с вами О том Что цель Его пришествия В этот мир Было Спасение Людей И он Говорит Для вас Друзья Мои Это тоже Должно быть Главным Приоритетом Вашей жизни Ваша цель Ваша цель Должна быть В том Чтобы Познать Иисуса Как Своего Личного Спасителя Ибо В этом Вечная Жизнь И вторая Часть Помочь Другим Людям Помочь Близким Своим Друзьям Своим Соседям Коллегам На работе Тоже Познакомиться С Иисусом Для выполнения Миссии Своей В этом мире Иисус Сделал Очень Много Он Пришел На эту Землю Он Служил Людям На этой Земле Он Отдал Жизнь Свою Как Говорит Иисус Отдал Душу Свою Для Искупления Многих Для Выполнения Этой Миссии Мы С вами Тоже Должны Быть Готовы Послужить Людям Мы Тоже Должны Быть Подобно Иисусу Готовы Что-то Сделать Для Того Чтобы Привести Людей К Иисусу Христу И Когда Мы Говорим О Предстоящей Неделе Где Мы Будем Встречаться С Иисусом Хочу Обратиться Ко Всем Вам Дорогие Братья И Сестры К Тем Кто Уже Встретились С Иисусом Однажды Кто Пережили Эту Личную Встречу И Знаете Иисуса Помните О том Что Это Не Все Это Первая Часть Важная Часть Для Вас Лично Но Вторая Часть Этой Миссии Этой Цели Которую Ставит Перед Нами Господь Помочь Другим Людям Также Познакомиться С Иисусом Поэтому Побуждаю И призываю Вас Господь Призывает Нас Сегодня Чтобы Мы Поставили Эту Цель Я Хочу Пригласить Вас На протяжении Этой Недели Пожалуйста Молитесь Об Одном Человеке Каждый Как Минимум Об Одном Человеке Может быть О семье О детях Ваших О соседях Ваших Передайте Им Ссылочку Где они Могут Посмотреть Это Видео Пригласите Их Присоединиться К этим Встречам Потому Что Таким Образом Мы Как раз И Выполняем Миссию Иисуса Взыскать И спасти Людей В этом Мире Это Та Цель Которая Должна Быть Приоритетом Нашей Жизни Помогать Нашим Близким Также Познакомиться С Иисусом Христом И когда Иисус Христос Продолжает Завершая Вот эту Тему Он говорит Такие Удивительные Слова Ивангелие От Матфея Глава 16 24 По 26 Текст Читаем Тогда Иисус Сказал Ученикам Своим Если Кто Хочет Идти За Мною Отвергнись Себя И возьми Крест Свой И следуй За Мною Ибо Кто Хочет Душу Свою Сберечь Тот Потеряет Ее А Кто Потеряет Душу Свою Ради Меня Тот Обретет Ее Какая Польза Человеку Если Он Приобретет Весь Мир А Душе Своей Повредит Или Или Какой Выкуп Даст Человек За Душу Свою О чем Здесь Говорит Христос Конечно Он Говорит О том Что Нам Нужно Прилагать Усилия Нам Нужно Трудиться И не Просто Трудиться Он Говорит Нам Нужно Быть Готовым Чем То Пожертвовать Отказаться От себя Ради Христа Отказаться От своих Приоритетов И Планов Ради Иисуса Он Говорит Отвергнись С себя Нам Нужно Находить Время Для Того Чтобы Выполнять Эту Миссию Чтобы Познавать Иисуса Христа Лично Нам Нужно Находить Время Читать Библию И Молиться Чтобы Помочь Другим Людям Прийти К Иисусу Нам Нужно Находить Время Чтобы Позвонить Этим Людям Чтобы Сказать Им Чтобы Пригласить Их Чтобы Помолиться О них И Побудить Их Прийти К Иисус Нам Нужно Выйти Из Зоны Комфорта Нашего Нам Нужно Сделать Что-то Особенное Чтобы Достичь Этой Цели Жизни Знаете Друзья Иисус Христос Говорит Об Удивительной Закономерности Которая Существует В этом мире Закономерность Это Заключается В том Что Чем Больше Человек Старается Стремиться Угождать Себе И Проявлять Заботу О себе И о своих Нуждах Тем Ниже И ниже Он Опускается В жизни Тем Больше Вырождается Человек И Теряет Цель Жизни Это Касается Не Только Лично Каждого Человека Это Можно Сказать Даже О Целых Странах И Народах Чем Выше Уровень Обеспечения Нужд Людей Закономерность Такая Которую Отмечают Сегодня Социологи И Психологи Они Говорят Чем Больше Забота О Нуждах Людей Тем Больше В Обществе Стрессов Тем Больше Психологов Психиатров Тем Выше Уровень Самоубийств Принцип Такой И Об этом Говорит Здесь Христос Тот Кто Очень Сильно Старается Сохранить Себя Не Расстратить Свою Жизнь На Других Не Потерять Чего-то Тот Потеряет Все Христос Говорит Нам Верующим Людям О том Что Мы Слишком Заботясь О себе И Об Этой Жизни Своей О Нашей Безопасности О Нашей Карьере О Своем Удобстве О Той Зоне Комфорта В Которой Мы Находимся В Жизни Мы Можем Пройти Мимо Главной Миссии Главной Цели Нашей Жизни А Главная Цель Как мы Сказали Это Принять Иисуса Христа Как Своего Личного Спасителя Лично Познакомиться С Иисусом И Помочь Другим Нашим Близким Тоже Принять Иисуса Христа И Спасителем Подумаем О Своей Жизни Мы Каждый День Принимаем Какие-то Решения Что-то Делаем Или Чего-то Не Делаем Просто Отдыхаем Подумаем То Что я Делаю Приближает Меня К цели Познанию Иисуса Христа Как Своего Личного Спасителя Или Уводит Меня В другую Сторону То Как Я Провожу Время Своё Оно Способствует Выполнению Миссии Или Нет То Как Я Трачу Часы И Дни Своей Жизни Оно Помогает Мне Выполнению Миссии Или Уводит Меня От Этой Миссии Помните Слова Апостола Павла То Что Было Для Меня Преимуществом То Ради Христа Я Почитаю Читою Я Все Почитаю Засор Говорит Он Чтобы Приобрести Христа И Найти В Нем Не Со Своей Праведностью Не Достигну Ли Я Говорит Апостол Как Он Достиг Меня Сегодня Божий Призыв Обращен К Тебе И К Мне Божий Призыв Заключается В том Чтобы Каждый Из Нас Во-первых Осознал Главную Цель Своей Жизни И Эта Цель Главная Наше Личное Познание Иисуса Как Своего Господа И Спасителя Заключить Завет Со Христом Для Тех Кто Еще Не Знает Иисуса И Не Вступил В Завет С Ним Это Главная Цель Которую Господь Ставит Перед Вами И Дух Святой Сегодня Касается Вашего Сердца Дух Святой Побуждает Вас Сделать Этот Шаг И Принятие Иисуса Как Своего Спасителя Потому Что Таким Образом Вы Достигаете Эту Главную Цель Жизни Человека Для Тех Кто Уже Заключили Завет Со Христом Возрастание Во Христе Познание Христа Ежедневное Чтение Слова Божия И Молитва Это То Что Необходимо Сделать Каждому Из Нас Каждый День Приоритетом Нашей Жизни Господь Иисус Христос Призывает Нас Также К тому Чтобы Познав Его Каждый Из Нас Лично Мог Б Способствовать Тому Чтобы Друзья Наши Близкие Наши В первую Очередь Дети Наши Внуки Наши Могли бы Тоже Принять Иисуса Как Своего Личного Спасителя И Господа Господь Сегодня Призывает Тебя И меня Стать Участником Выполнения Этой Великой Миссии Которую Он Совершает На этой Земле Вопрос Который Звучит Сегодня К тебе И ко Мне Способствую Ли я Помогаю Ли я Иисусу В Выполнении Его Миссии Взыскать И спасти Погибшие Сколько Средств Сколько Времени И сил Я посвящаю Этому Я поставлю Вопрос Более Конкретно Если у Меня И у Тебя Хотя бы Один Человек Или Одна Семья Которую Я Веду К Иисусу Кому Я Помогаю Прийти К Иисусу Нам Нужно Стараться Каждый День Сделать Хотя бы Что Нибудь Для того Чтобы Продвинуться Вперед К достижению Этой Великой Цели Которая Стоит Перед Нами Познанию Иисуса Христа Читая Слово Божие И молясь Ему И помогая Другим Людям Познать Иисуса И прийти К Нему Потому что Это Главная Задача Главная Цель Главная Миссия Ради которой Мы с вами Живем На этой Земле Сегодня Мы будем Молиться Молиться О том Чтобы Дух Святой Помог Тем людям Кто еще Не сделал Этот выбор В своей жизни Кто на пути К принятию Иисуса Христа Я хочу Молиться Сегодня О вас Дорогие Друзья Чтобы Дух Святой Продолжал Вести Вас И вы Могли Принять Иисуса Как своего Личного Спасителя И однажды Мы могли Быть Вместе В Царстве Божием И радоваться И славить Христа Я хочу Сегодня Молиться О вас Дорогие Братья И сестры Чтобы Господь Благословил Нас И дал Нам Ясно Видеть Эту Цель Для себя И близких Наших Познание Иисуса Как личного Спасителя Чтобы Мы могли Вкладывать Наши Усилия И ресурсы Сами Лично Помогая Детям Нашим Также Познакомиться С Иисусом И помогая Близким Нашим Друзьями Знакомым Также Прийти К Иисусу Мы будем Молиться О том Чтобы Дух Святой Помог Нам Использовать Те возможности Которые Открываются Перед Нами На этой Неделе Когда мы Будем Каждый Вечер Проводить Программу Встречи С Иисусом Изменяющая Жизнь Мы приглашаем Каждого Из вас Не пропустите Ни одну Встречу Потому Что Дух Святой Хотел бы Что-то Особенное Сказать Каждому Из нас Лично Во время Этих Встреч Мы будем Молиться О том Чтобы Господь Обильно Действовал В жизни Каждого Из нас И чтобы Эти встречи С Иисусом Могли бы Изменить Твою И мою Жизнь Помолимся Об этом Господом Наш дорогой Небесный Отец Во имя Иисуса Христа Сына Твоего И нашего Спасителя И Господа К Тебе Обращаем Взоры Наши Сегодня И благодарим Тебя За Твою Любовь К нам Благодарим Тебя Господи За то Что в Любви Своей Ты Спас Нас От греха И смерти Иисус Оставил Славу Небесную И пришел На эту Грешную Планету И умер За грехи Наши Благодарим Тебя Господи За то Что Дух Святой Продолжает Сегодня Действовать В этом мире И действовать На наши Сердца И Ты Побуждаешь Нас Искать Идут К Тебе На пути Познания Тебя Я прошу Господи За каждого Кто сегодня Смотрит Эту проповедь Кто Участвует Вместе С нами В служении Те Кто еще На пути К заключению Завета С Тобой Господи Благослови Сохрани И защити Каждого И веди Нас К познанию Тебя Благослови Чтобы Наши Братья И сестры Которые Идут Этим Путем Могли Бы Заключить Завет С Тобою И Быть Твоими Детьми И однажды Мы могли Быть вместе В Царстве Твоем Благослови Нас Господи Чтобы Мы могли Использовать Время Жизни Нашей Достигая Той Великой Цели Которую Ты ставишь Перед нами Познанию Иисуса Христа Как своего Спасителя И Господа И помоги Господи Чтобы И наши Близкие И дети Наши И внуки Наши И те Кто дороги Сердцу Нашему Они Тоже Стали Нашей Целью И мы Могли Помочь Им Также Познать Тебя И быть С Тобою В Царстве Твоем Мы молимся Об этом Во имя Иисуса Христа Во имя Крови Пролитой На Голгофе Благодарим Тебя За все И славим Отца И Сына И Духа Святого Аминь На этом Наше Утреннее Богослужение Завершилось Мы желаем Обильных Божьих Благословений Вам Дорогие Сестры Братья Будем Ждать С нетерпением Следующей Субботы Храни Вас Бог Аминь